Добрый день, меня зовут Виктор Зайцев. Сегодня четверг, и мы вновь говорим о профессиях будущего. Сегодня речь пойдет об изменениях в сфере образования. И обсуждать эту тему мы будем с Ириной Доренской, кандидатом исторических наук, деканом социально-гуманитарного факультета Нижнетагильского государственного социально-педагогического института филиала Российского государственного профессионально-педагогического университета. Добрый день, Ирина Викторовна. Здравствуйте. Выговорил я полное название вуза вашего. Какие тренды сегодня есть в системе образования, в системе подготовки будущих педагогов? Тренды есть, они четко видны. Слово «тренд» теперь является тоже модным, и даже само Министерство образования его активно использует. Поэтому она, говоря про трендах, обычно выделяет пять основных трендов, которые для него являются знаковыми. Первое – акцент на то, что любое образование должно в скором времени быть индивидуализированным. То есть мы должны учитывать интересы каждого потребителя, будь то школьник, студент, либо люди старшего возраста, у которых тоже есть свои потребности в получении доп. образования. Второе – образование, конечно же, будет в большей степени IT-ориентированным. Новые технологии, онлайн-курсы, платформы – это весь тот контент, который формирует доступность в среду образования. А третий тренд, если мы говорим о нем, – это практика ориентированного образования. То есть Министерство, оно ждет на то, что образование должно ориентироваться на конкретные потребности рынка, и человек, получая образование, должен уже иметь определенный опыт в получении продукта. Это стартапы или иные продукты, цель которых – попробовать то, что ты можешь потом делать в практике. Вот эти три основные тренды являются ключевыми. А чему сегодня вы учите будущих педагогов? – Быть хорошим учителем. То есть, конечно, система подготовки – это очень сложный процесс, многоуровневый, длительный и так далее. Но мы стараемся формировать у них те личностные и профессиональные качества, которые позволят им быть успешным учителем. А скажите, вообще изменилась ли подготовка учителей в ВУЗе за последние 10 лет, допустим? Насколько программы ваши образовательные меняются? Правда, изменилась. Об этом могу говорить на полном основании, с уверенностью, потому что я сама закончила наш ВУЗ в 2002 году. Боже, как давно было. И могу сравнить то, как нас учили, да, быть учителями, и то, как мы теперь стараемся строить эту подготовку. Образование изменилось. В чем? Ну, первое, да, в данном случае, серьезно начинается меняться соотношение между аудиторной и внеаудиторной работой. Если раньше мы больше времени проводили в аудитории, слушая лекторов, то сейчас в большей степени акцент на то, что мы смогли сами добывать знания и иметь и применять. Второе, это опять же по рамках тренда министерства делается акцент на то, чтобы уже в рамках обучения студенты имели больше практикоориентированных занятий. То есть поскольку теперь, например, в те же ФГО со школьными внесено необходимость разработки проектов, то и ВУЗ тоже меняет свою подготовку, например, у нас есть те курсы, цель которых научить студентов, да, эти проекты проектировать, реализовывать, внедрять, оценивать и так далее. Тоже изменяется. Имеется отношение к практике, да, которая становится больше именно практикоориентированной. Но опять же, да, хотим, чтобы ее было больше, потому что именно это зависит от успешности будущего учителя. Меняется сама форма преподавания, да. И если, опять же, да, мы учились в классической форме взаимодействия аудиторных занятий, то теперь учителя, наши преподаватели стараются использовать новые интерактивные формы, поскольку иногда, это правда и это хорошо, мы можем учиться у наших студентов, которые очень мобильные, активные, ищущие интересы, у которых есть тоже определенный опыт, и который этим опытом делится с нами во время наших занятий. Хорошо, вы выпускаете сейчас таких современных учителей, хорошо подготовленных информационных технологий. А что происходит с теми преподавателями, которые учились 20-30 лет назад? Как они встраиваются вот в эту систему, и будет ли им место через 5 лет, на ваш взгляд? В данном случае у современных людей нет иного варианта, кроме как встраиваться в систему. Та система выживает, которая гибко реагирует на вызовы внешней среды. И если ты хочешь быть успешным человеком, ты должен осваивать те требования, которые тебе предъявляет эта сама среда. Если теперь IT-технология – это необходимая профкомпетенция, то есть мы должны ее осваивать. Если сейчас, в данном случае, министерство делает акцент на то, чтобы делать образование более доступным через онлайн-технологии, мы должны уметь их осваивать. И всегда нужны те люди, которые не только проектируют процесс с точки зрения, его информационного обеспечения, но в том числе и содержательные вещи. Поэтому каждый человек, он себя реализует в определенном пласте. Либо делает акцент на содержательную часть, либо делает акцент на процессуальную часть уже оформления этого самого содержания. Поэтому это требование среды, мы должны меняться, поскольку меняется те, ради кого, собственно, мы работаем. Но, тем не менее, сейчас средний возраст педагогов достаточно велик. Успевает ли, на ваш взгляд, учителя, которые сегодня работают в школах за этими изменениями? Много же очень критикуют сейчас систему образования. Я согласна с вами, что есть определенные проблемы, но мы должны эти проблемы решать. Поэтому, ключевое слово, и министерство, я сегодня уже три раза сказала эту великую мантру, и руководство школы, оно активно направляет этих учителей для того, чтобы они свою квалификацию повышали. Они стараются по-разному, да, у кто-то более успешно, кому-то это более сложно, но они встраиваются в систему. И на самом-то деле, если мы говорим, например, про какие-то вещи презентационные, мы проводим, например, на нашем ВУЗе разные форумы, конференции, и учителя, кто привозит детей, они люди старшего возраста, но они мобильные, они активные, они стараются понимать тренды и стараются им соответствовать. И они успешными. Их признают дети, они с ними хорошо взаимодействуют, их признают родители, они понимают свою успешность. Те же, кому сложнее это делать, либо кто принципиально не хочет это делать, к сожалению, да, то есть они менее уже востребованы в профессии, хотя остаются в ней. Все-таки еще задам один вопрос про настоящее. В последнее время очень много стало скандалов, связанных с криками учителей, с неправильным отношением учителей к ученикам, иногда и учеников к учителям. Почему конфликты происходят, и почему учитель, профессионал, в какой-то момент не может их гасить? Про вот проблема количества, вернее, увеличение количества этих случаев, она на самом деле двоякая. То есть первое, на самом деле, это проблема не нова. Мы это понимаем, да, то есть всегда проблемы непрофессионального поведения учителя, они были. Просто сейчас такой контент, медийность, что эти случаи более доступны для массовой среды, на них акцентируют внимание. Но это меньше, конечно, проблемы, это скорее ее оправдание. А сама причина в чем? Учителя — это те люди, кто постоянно находится во взаимодействии, кто должен управлять себя на максимум своих возможностей, и поэтому синдром эмоционального выгорания — это проблема учителей, они чем ты более креативный, тем ты более яркий, чем ты больше стараешься, тем ты быстрее можешь сгорать. И поэтому эта проблема актуальна, что с ней делать в этом отношении? Сложный вопрос, да? Ведь иногда учителя, долго оставаясь в среде, не уходя на пенсию, не столько потому, что, например, они под влиянием меркательных интересов, то для них это способ выживания, либо заработать денег. На самом деле учителя — это люди, которые ответственны перед школой, перед учеником, перед обществом, и они не ходят на пенсию, понимают, потому что после них нет смены. Поэтому им не на кого оставить школу, детей, и потом они стараются до последнего держаться и быть в профессии. Если же они будут понимать, что есть кому передать, за ними есть смены поколений, более спокойно, может быть, этот процесс будет идти. Поэтому для решения проблемы два аспекта — увеличение количества молодых людей в школе и возможность именно наставничества для того, чтобы учителя более спокойно уходили на служебный отдых. О том, сколько молодых учителей в школе, мы поговорим через несколько минут после того, как телезрители посмотрят подборку новостей технологий. Создана технология невидимости. Группа исследователей из Испании недавно смогла продемонстрировать технологию электромагнитной маскировки объектов, основанную на преломляющих свойствах веществ. Прежде, чтобы сделать предмет невидимым, его нужно было покрывать специальным веществом. Испанские ученые предложили добавлять в материалы специальные присадки. Большинство методов, с помощью которых разрабатываются плащи невидимости, используют особые свойства некоторых материалов, позволяющие свету огибать объект, делая его невидимым. Мы использовали другую технику, названную плазменной маскировкой, которая делает невидимым не только покрывающий материал, но и сам объект. Эффект электромагнитной невидимости достигается путем наполнения конструкции материалами с высокими диэлектрическими и магнитными свойствами, заявил один из авторов работы профессор Альберто Серна. Таким образом, новый метод позволяет достичь невидимости объекта без использования каких-либо внешних воздействий. На данный момент методику можно использовать лишь для небольших предметов. В Великобритании тестируют искусственный интеллект, который вычисляет преступника до нарушения закона. В 2002 году в фильме «Особое мнение» рассказывалось о будущем, в котором специальная система предсказывала преступления до того, как их совершат. Тогда о системах на основе искусственного интеллекта никто даже и не думал, но сегодня выявление потенциальных преступников уже не кажется фантастикой. Полиция Великобритании запустила проект, в рамках которого искусственный интеллект выявляет правонарушителей до того, как они приступили закон. Система имеет 1400 характеристик, которые могут помочь выявить человека, который потенциально может совершить преступление. По этим параметрам люди в базе данных отмечены алгоритмом, как склонные к насильственным действиям в будущем. Департамент полиции Уэст Мидлендс уже использует систему в тестовом режиме. Глава проекта Ян Дунелли заявил следующее. Мы не планируем никого арестовывать прежде, чем они совершат преступление. Мы хотим использовать систему в качестве консультанта для того, чтобы быть готовыми ко всему и оптимизировать процесс работы полиции. Израильский стартап будет выращивать стейки. Производство искусственного мяса пока еще не поставлено на поток, но все идет к тому, что скоро оно станет обыденным явлением. В США уже одобрили применение искусственного мяса, а сейчас стало известно, что один из израильских стартапов хочет наладить выпуск ненатуральных стейков уже к 2020 году. Представители компании заявляют, что текстура их продукта полностью повторяет мясную. В этом им помог 3D-принтер. Натуральное мясо характеризуется четырьмя компонентами мышечной тканью, жировой прослойкой внутри нее, миоглобином и соединительной тканью. Мы в точности воспроизвели эту структуру и при помощи 3D-принтера создали сложную матрицу на основе растительных компонентов, заявил глава фирмы. Напечатанное мясо не содержит ни одной животной клетки, но по вкусу почти неотличимо от настоящего. Ирина Викторовна, но есть такой стереотип в последнее время он сложился, что молодежь, те люди, которые заканчивают Нижнетагильский государственно-социально-педагогический институт, не, в общем, без особого желания идут работать учителями в школы. Вот. Насколько это правда или неправда? Можно сразу отвечать, для меня это актуальный вопрос. На самом деле мы готовим людей к профессии определенной. И когда нам говорят, что они не идут в школу, я могу привести статистику. То есть мы каждый год в сентябре подаем для Министерства образования данные о том, где наши студенты удовлетворены. И по статистике, например, вот я могу говорить за свой факультет, у меня в прошлом году 80% студентов ушли работать в школы. Это сколько человек? Сразу скажу, это вторая проблема. У меня была небольшая группа, их было всего 12 человек, например, учителей истории и общества знаний. Так вот, из них мальчики ушли в армию, а все девочки ушли работать в школу. А часть из них, те, кто были в Тагиле, в Тагиле остались, те, кто был в Нагороднии, они уехали. Но проблема в том, не только в том, что наши студенты не идут работать в школу, проблема в том, что у нас мало этих студентов. Поэтому вот количество на самом-то деле. Если бы их было, например, 50, то, конечно, больше процентов из них, при том же проценте, большее число людей оказалось бы в школе. Поэтому наша задача сделать так, что все-таки количество бюджетных мест было больше, и тогда, через 3 года в школах будет нужное количество выпускников. Вы сказали, юноши ушли в армию, а вообще педагоги, мужчины круче. Вот такой спор всегда идет. Кто все-таки должен быть педагогом? Мужчина, женщина, и у кого это лучше получается? Школе должен быть баланс, в данном случае. Мы же понимаем, что есть определенные специализации. Я не говорю, что, например, все учителя русского языка должны быть женщинами, а все физкультурники должны быть мужчинами. Но школа – это там, где не только образование, но и воспитание. Идет ребят, поэтому в школе должны быть представлены и мужское, и женское начало. Именно в этом синтезе и рождается успешный продукт. Хорошо, вы ушли от прямого ответа на вопрос. Ну, просто действительно, много в последнее время говорится, что нужно как можно больше юношей привлекать в систему образования, потому что, не знаю, почему считается, что педагоги-мужчины более успешны, более влияют, может быть, позитивно на людей. Вы не согласны с этим? Я же еще, исходя из этого? Нет, я с вами абсолютно согласна. Просто у мужчин и женщин разные отношения к процессу коммуникации, общения, к результату. Мужчины-педагоги, они более харизматичны, они больше практикой ориентированы, они, ну, чего греха таить, они менее загружены семейными делами, поэтому они больше внимания могут уделять в школе. Женщина ведь не только остается учителем, она внесет себе определенные и женские функции, оставаясь мамой, хозяйкой, женой и так далее. Но это ни в коем случае, да, не влияет на сам профессиональный. Если ты профессионал, ты должен везде находить и реализовываться, да. Поэтому, вот на самом деле, я не говорю о том, что мужчин мало. Например, у меня на факультете, я еще что-то про свой факультет, у нас, правда, очень много молодых людей. Если вы посмотрите, например, статистику, у нас есть ребята и на ФБЖ, на ФИЗМАТе, и на других факультетах, и они идут в школу в этом отношении, где становятся очень успешными. Например, даже если смотреть по последним новостям Тагила, недавно же был конкурс молодых педагогов, который проводился, если мы посмотрим, то в этом году в финал на областной уровень прошли и мужчины, и женщины. Кстати, про мужчину, это выпускник нашего прошлого года, Миша Дягилев, который закончил, она факультет нашего вуза, а девушка, да, это студентка нашего ФПО, поэтому мы говорим и мужчины, и женщины, оба в равной степени успешны в профессии. Учебники бумажные исчезнут в школах через сколько лет, как вы думаете? Интересный вопрос. Ну, есть такая тенденция, есть же уже, что там где-то планшеты дают детям вместо учебника. Ну, это та же самая проблема, исчезнут ли обычные книги из книжных магазинов. Если мы посмотрим, тенденцию, заметьте, книжных магазинов в Тагиле становится больше в последнее время, это говорит о том, что интерес к книге, он сохраняется, и книгу читают. Интерес к учебникам, электронным, он другим образом обусловлен. Электронный учебник более удобный, более компактный, более удобный для ребенка, поскольку он может с ним использовать различные варианты, выполнять различные задания. Поэтому отношения к этому вопросу пока неоднозначны. Школьники, школы закупают эти учебники, которые зачастую пока написаны по тем стандартам, которые реализуются. Как я уже говорила, IT-технология это до требования будущего, и потом количество электронных учебников оно будет увеличиваться. Те современные стандарты, которые очень часто критикуются, причем критикуются даже не профессионалами, которые, в общем, не понимают, чем новый стандарт получается от старого, насколько они, на ваш взгляд, современные? То есть, насколько они отвечают требованиям, которые сейчас есть в мире? Они стараются отвечать, но проблема в том, что современный ритм жизни, он очень быстро идет, да, и те стандарты, которые разработаются, они проходят определенные этапы, да, обсуждения, публичного обсуждения, согласования и так далее, поэтому, когда они внедряются, они уже чуть в меньшей степени отвечают тенденциям, но сейчас, опять же, да, вот те три главные тренды, которые мы отмечали, это IT-технологии, это проектное обучение, это дистантное обучение, они отражены в этих стандартах, но отношения к ним неоднозначны, я думаю, что у вас были и будут гости, которые, да, в полной мере будут анализировать, но мы живем в требованиях России, есть стандарт, мы должны ему соответствовать, мы должны готовить студентов, которые способны работать, да, с требованием этого стандарта, воспитывая успешных, да, выпускников. Скажите, все-таки систему образования современной очень многие критикуют, говорят, что она намного хуже советской, как вы про это, что вы про это думаете? Хороший вопрос. Я сама тот человек, кто родился в Советском Союзе, учился в советской школе и пережил период распада СССР уже в контексте вузовского образования. Моя советская школа дала мне очень хорошее предметное образование. До сих пор, например, я точно знаю, вот я сдавала историю, и теперь те знания, которые мне заложили, мы учили школьный по истории и до сих пор ими оперирую, понимаю, что это хорошая платформа. Но эта система не давала мне тех возможностей общения в новом пространстве, которые сейчас есть. И этому я должна учиться, я активно учусь, причем, прежде всего, у своих студентов. Мы очень рады, что современные школьники, которые выросли в другом пространстве, более цифровом, более инфрационном, они более гибко ими овладевают и способны нами делиться. Например, я когда сегодня готовилась к нашей встрече, мне было интересно о мнении студентов по теме нашего разговора. Я попросила их провести небольшое анкетирование на три вопроса. Какие качества важны для современного учителя и что бы они хотели изменить в этой системе. Я попросила их по телефону, через буквально час мне на электронную почту пришла гугл-форма. То есть студенты за час разработали эти вопросы, перевели в гугл-форму, разослали по контактам, и у меня через час был опрос 35 студентов, который уже сразу был симпатизирован. Поэтому я учусь у них, они учатся у меня. Именно в этом тенденции рождается энергия. Много вы уже сказали о тенденциях современного образования. Слова новые появляются, допустим, тьютер, куратор, много каких-то профессий будущего с приставкой веб. Как ваше отношение к этому? То есть изменение слов меняет ли содержание? Или все-таки остается прежним? Педагог будет педагогом? Педагог, конечно, будет педагогом. Но опять же, если мы откроем этот атмос профессии будущего, который в Сколково был разработан, то там слово педагог не упоминается. Там есть слова ментор, тьютер, организатор проектного обучения, даже такие очень интересные вещи, например, это тренер по тренд-фитнесу. Но если посмотрим в тот функционал, который заложен под этими названиями, это и есть тот функционал, который выполняет учитель. Помогает, организует, координирует, разрабатывает. То есть функции учителя, они никуда не уходят. Но начинается просто более специализации. Есть те, кто в большей степени будет отвечать за предметовую составляющую, а есть те, кто будет организовать процесс усвоения этих самых знаний. Поэтому, если посмотреть, например, опять же, не только в новой профессии, но и в устаревающей профессии, то для меня, например, знаковый был аспект то, что среди тех профессий, которые устареют в ближайшем будущем, будет и профессия лектор, например. Я даже понимаю, то есть как лектор я отношусь к категории, которые находятся в зоне риска. Но при этом, почему это может исчезнуть? Потому что студенты могут сделать содержание лекции из других источников. Но в этом же пояснении причинам устаревания профессии написано, что останутся два акцента, на которые будет внимание. Это уникальность информации и возможность ее передачи. Поэтому всегда человеку будет нужна уникальная информация. И тот человек, кто сделает эту информацию более доступной. В этом учитель это тот человек, кто обладает двумя этими аспектами. Он и обладает знанием, которое является уникальным, поскольку у него есть опыт преподавания. Но он должен понимать, что он должен осваивать новые функции, которые он должен выполнять. Ну, как раз в связи с этим вопрос. Думаете ли вы, или как вы думаете, роботы, искусственный интеллект смогут вытеснить частично или полностью педагогов людей? Будет ли через 5 лет вместо меня читать робот в аудиторию? Может, но не должен. Почему? Значит, на самом деле, любой искусственный интеллект представляет собой ругаться не будет. Я перебью вас. Ругаться не будет. Отношения ко всем одинаковые. Учитывать особенности психологические не научится ребенка. Не научится. Он, в данном случае, даже любой робот, он работает в определенной системе алгоритмизированной. У него есть определенная заложена в него программа. И по этому алгоритму он будет действовать. А дети, они остаются детьми. И каждый из них уникальный. У каждого свои психотипы, свои особенности, свои реакции на ситуацию именно здесь и сейчас. И робот никогда не сможет эту реакцию здесь и сейчас в полной мере отразить. Поэтому как раз это то, о чем мы говорили. Уникальность, восприятие, это как раз то, что нужно для учителя. Вот мы сегодня с коллегами, когда утром обсуждали эту тему, мы говорили о том, что учитель это не только тот, кто передает определенное количество информации. Учитель это тот, кто видит в тебе человека и помогает тебе эти качества развить. И поэтому учитель должен оставаться тем важным элементом системы, обожательно, кто тебе несет нравственность, гуманность и обожательное отношение к тебе как личности. Робот в тебе видит определенный персонаж, с которым он взаимодействует. А любой ребенок это всегда личность. Я в этом убеждена. Хорошо, тогда, пожалуй, последний вопрос сегодня. То есть вы считаете, что профессия педагога будет востребована в будущем, безусловно, да? И еще раз скажите, почему? Конечно, будет. Потому что всегда вот оставаться люди, всегда система образования будет актуальной. Человек должен пройти определенные стадии социализации и образования. И учитель это тот человек, кто помогает сделать этот процесс наиболее эффективным. Поэтому на самом-то деле сейчас наша задача на самом-то деле, если мы хотим формировать успешных людей, это изменить отношение к профессии учителя. Поскольку, пока ее важность и ценность, ведь на самом-то деле вот сейчас мы воспринимаем образование как услугу. И отношение к ней современной молодежи именно как к услуге. Это не совсем правильно. Образование это ценность. Это понимают во всем мире. И поэтому мы тоже должны понимать, образование это ценность. И учитель это тот человек, кто формирует эту самую ценность. Поэтому это замечательная профессия, которая позволяет тебе быть реализованным, поскольку ты видишь продукцию своего труда. Я когда всякий раз захожу в аудиторию, смотрю на ребят, вижу их глаза, которые горят, я понимаю, что мы успешны в этом отношении. И очень надеюсь, что эта профессия будет актуальна и востребована. Благодарю вас, Ирина Викторовна, за то, что вы ответили на все вопросы. Напоминаю зрителям, что сегодня собеседницей в программе была Ирина Доренская, кандидат исторических наук. О профессиях будущего мы непременно продолжим говорить в следующий четверг. В студии был Виктор Зайцев. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин